Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, братья и сестры. С вами снова Иннокене Александра, населитель Святой Елизаветинского монастыря. В преддверии Великого Поста мы проживаем три подготовительных недели. Последняя из них называется «Мясо пустое», которая завершается прощенным воскресеньем, время которого мы друг у друга просим прощения. Эта неделя называется в народе ещё «Масленицы». Это время домашних посиделок, это время посетить своих дальних и ближних родственников, время прийти в гости к своим друзьям, время перемирия и время, когда вы можете кушать пищу молочную, можно кушать яйца, сыр, творог. Послабление делается для того, чтобы постепенно войти в Великий Пост. И вот в преддверии Великого Поста на «Масленице» мы вам предлагаем прекрасный пирог. Для этого нам потребуется 400 грамм творога, 2 стакана просеянной муки, 3 столовых ложки сметаны, сода питьевая, 1 чайная ложка, 1 столовая ложка уксуса 9% для гашения соды, 1 стакан сахара, 3 яйца, 100 грамм масла сливочного, отсаженные кусочки ананаса. И, если хозяйка захочет, может добавить щепотку соли. Для начала взобьем яйца с сахаром. Для теста мы берем одно яйцо, добавляем полстакана сахара и венчиком взбиваем. Можно взбивать миксером, но мы будем взбивать вручную. Перемешиваем до такой однородной консистенции. К взбитому яйцу с сахаром добавляем 200 грамм творога. Оставшиеся 200 грамм пойдет на творожный крем. Перемешиваем, взбиваем и добавляем еще 1 столовую ложку сметаны. Можно взбивать не вручную, можно взбивать миксером. Все ингредиенты, кроме муки. После того, как мы взобьем творог с яйцом, сахаром и сметаной, мы будем добавлять в эту творожную массу размягченное сливочное масло. Предварительно я его разминаю вилкой. Оно размягченное, оно оттеплилось. Мы его достали из холодильника перед началом приготовления. И теперь мы его отправляем в миску. Так вот. Надо постараться масло размешать тщательно, чтобы не было комочков ни творога, ни масла. От этого зависит вкус вашего теста. Мы используем монастырские продукты. Прекрасный монастырский творог и чудесное монастырское масло. Теперь мы добавляем соду, гашеную уксусом. Чайную ложку соды гасим столовой ложкой уксуса. Вот реакция пошла. И добавляем эту гашеную соду в наше тесто. Дальше взбиваем, добавляем муку. Два стакана муки. Муку обязательно просеиваем, чтобы мука обогатилась кислородом. И можно потихонечку вмешивать в тесто. После того, как вы добавили муку, тесто нужно вымешивать вручную. Потому что при взбивании миксером очень сильно измельчается мука, и тесто получается жидким. И приходится добавлять еще муки, что нежелательно, так как это делает более жестким наш пирог. Замешивайте тесто рукой. Пластичное очень тесто получается. Маслообразное. Замешайте в комочек. И после замеса надо положить его в холодильник. Хотя бы на полчаса. Отправляем тесто в холодильник. А сейчас мы займемся приготовлением крема. Мы будем использовать блендер, чтобы кремообразная масса была пушистой, однородно взбитой. Забьем яйца с сахаром. Добавляем полстакана сахара. Добавим творог. И сметану. Две столовых ложки сметаны добавляем в крем. Тщательно взбиваем крем. Крем готов. Вот такой жидкий, однообразный получился крем из творога, яйца и сахара. Этим кремом мы будем заливать начинку творожного пирога. Тесто наше отдохнуло. Полчаса, можно больше. Сейчас мы будем его выкладывать в форму. Предварительно форму тщательно смажем сливочным маслом. Теперь мы тесто берем руками и тщательно распределяем по нашей форме. Распределяем его так, чтобы бортики получились выступающими. Лучше, конечно, круглую форму. Это будет напоминать нам тортик. Бортики делаем для того, чтобы наш трем не вытекал. Теперь берем ананасы и равномерно распределяем по форме. Старательно надо отшимать ананасы, чтобы как можно меньше было влаги. И заливаем сверху кремом. Разравниваем ровненько. Крем должен не выходить за бортики теста. Теперь мы ставим наш пирог на запекание. Температура запекания 180 градусов. Запекать мы будем 40-50 минут. В зависимости от духовки хозяйка может смотреть, можно и 60 минут. И вот наш пирог готов. Достаем его из духовочки. Ах, красавчик какой! Пока горячий, мы его смазываем по краям сливочным маслом и даем ему остыть. Лучше всего поставить пирог часа на четыре в холодильник. Можно приготовить пирог с вечера, оставить на завтрак. Пирог можно подать таким, каким он есть, натуральным. А можно полить сверху сладким сиропом. Все зависит от желания хозяйки. Дорогие братья и сестры, пусть это творожно-ананасное угощение на Мастерницу порадует вас и ваших гостей. Ангела вам за трапезой. Редактор субтитров А.Семкин